Добрый день, я Сидрот. Друзья, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мои сегодняшние гости расскажут о том, что каждый христианин обладает способностью пророчествовать. Они обладают сверхъестественным даром, который будет активирован прямо здесь и сейчас. Это произойдет прямо сейчас и здесь, а вы увидите это в нашей передаче. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Привет, встречайте Джермейн и Ребекку Фрэнсис, такая милая пара молодых людей. Они мне нравятся. Расскажите нам о том, как живут пророки. Вы ведь пророки. Тебе приходится все время пугаться. Да, это неизбежно. Вот это да. Пророчества Иисуса пугают людей. Джермейн, пожалуйста, расскажите нам об исчезнувших сестрах-близнецах. Они пропали. Мы выступали на конференции в начале этого года. Те, кто был на конференции, вышли на связь с местными полицейскими. Они сообщили им о пропаже тех близнецов. Они искали их весь день и не могли найти. Они просили нас молиться об этом. Лидер конференции помолился об этом, передал мне микрофон и попросил молиться. Я согласился. Будучи пророками, мы просили Бога дать нам слово об этом. Мы молились и просили откровения у Бога. Господь Бог попросил меня провозгласить о том, что девочек найдут уже очень скоро. А если точнее, то в течение ближайшего часа. Подождите, у нас, у евреев, есть слово для этой ситуации. Это хуцпа. Это означает смелость. Вам понадобилось хуцпа, чтобы передать откровение. О, да. А что же было потом? Я взял микрофон и объявил людям, мы найдем этих девочек через час. Меня слышал тогда весь зал. Я вернул микрофон. Вы сказали это, да, вы смелый. И скажу честно, я впечатлен. Мы вернулись, когда все пели песни. Я подошел к микрофону 20 минут спустя и сказал, Вы знаете, девочки нашлись. Ребекка. Ребекка, вы говорите о том, что пророчество – это простое занятие. А вы в этом вообще уверены? Это легко. Это естественно. Сверхъестественное – естественно. Люди любят усложнять жизнь. Иисус сказал, мои овцы слышат мой голос. Иисус сказал, это просто и понятно. В его словах нет двусмысленности. Каждый может понять их. Мои овцы слышат мой голос. Джермейн, давайте обратимся к прошлому. Расскажите зрителям о своем первом пророчестве. Конечно. Что произошло? Я нервничал очень сильно. Это похоже на ее пророчество? Это похоже. Я нервничал сильно. Это было тогда, когда мы говорили «пророчество». Люди хотели развивать свои дары и делать шаги веры. Они сказали «принимайте дары от Господа». Мы молились за людей. Я был очень напуган, сильно нервничал и не знал, получится ли у меня это. Я нашел сестру в зале и предложил ей молиться. Я закрыл глаза и помолился о ней. Я ничего не ожидал от Бога. Бог открыл мне, что та женщина искала работу. Женщина нуждалась в работе. Я был напуган, но я помолился о ней. Потом женщина заплакала. Она буквально рыдала. Она сказала «вот это да». Я молилась об этом утром. Я искала работу. И вы сейчас помолились об этой просьбе. Бог дал ей покой. Итак, Ребекка, вы сказали, что каждый верующий, рожденный от Святого Духа, способен пророчествовать. Он может это делать. Он обладает этим дарованием. Я считаю, что это был недостаток знания и страх. Вы правы. Вы понимаете, многие христиане не знают или не верят в то, что мы можем пророчествовать. Святой апостол Павел сказал «желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы каждый из вас пророчествовал». Это открывает нам идею о том, что все мы можем слышать Бога. Это первый шаг. Давайте вспомним первую ложь. Давайте вспомним самую первую ложь сатаны, которую он вложил в уши Евы. «Подлинно ли сказал Бог?» Он пытался подорвать ее уверенность в Боге и в Его Слове. Ева жила для Господа, но враг пугает нас. Он посылает нам страх. Он говорит нам эту фразу до сих пор. «Подлинно ли сказал Бог?» Когда ты слышишь Бога, ты понимаешь то, как Он смотрит на человека. Ты начинаешь понимать то, как Господь Бог смотрит на все. Твое сердце начинает радоваться. Но надо же, Бог считает, что дело обстоит вот так с этим человеком. Благодаря этому мы начинаем смотреть на жизнь и на себя так, как смотрит Иисус. А теперь я хочу услышать от вас историю о темных мыслях. Вы знаете, Господь дал мне видение. Он показал мне лидеров. Господь показал мне руководителей по всей планете. У них были темные мысли. Тьма заставляла их совершать определенные поступки и злые дела по всей нашей планете. Я увидел, как Бог начал избавлять их от темных мыслей. После этого потоки света залили все эти места. Свет пришел на землю. Бог сказал мне одну вещь. Он сказал о том, что Он собирается подготовить людей, которые принесут свет. Это зло господствует в тех структурах и в тех системах. Вы знаете, Господь Иисус приведет Свой народ в те индустрии, в те сферы и в те места власти, которые оккупированы тьмою. Тьма правит там. Итак, Ребекка, расскажите нам, почему каждому христианину необходимо уметь пророчествовать? Почему нам всем это нужно? Каждый из нас играет свою роль в строительстве Царства Бога на земле. Иисус учил нас молиться. Он сказал, пусть придет Царство, Твое, пусть исполнится Твоя воля на земле, как и на небе. Библия раскрывает нам всю волю Всевышнего Творца. Как нам молиться? Пусть исполнится Твоя воля. День за днем. Если мы не знаем, в чем состоит Его воля. Я хочу знать, куда идти работать и как строить отношения в семье. Для этого я должна слушать голос Бога, следовать за Его голосом твердо. Как же это замечательно. Вы оба смогли войти в пророческое служение и добиться успеха в нем. Когда вы учите на эту тему, Божья сила помогает слушателям научиться пророчествовать. Все слушатели получают прорыв в этой сфере. Здесь возникает один важный вопрос для всей Церкви. Все христиане способны пророчествовать. Что же останавливает нас на этом пути? Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Итак, Ребекка, если все, кто смотрит на нас сейчас у себя дома, и зрители в телестудии способны пророчествовать, но этого не происходит, то что останавливает нас это делать? Вы задали важный вопрос. Вот основная причина, которая препятствует нам пророчествовать. Это страх. Мы пророчествуем давно, но страх подступает к нам перед служением. Что помогает мне и другим людям справиться со страхом и тревогой? Нужно перестать думать о том, что мы должны сказать людям от имени Бога. Это создает давление. Прекратите думать о том, что вы можете ошибиться. Просто двигайтесь в Духе. А может, я лже-пророк? Это есть в Библии? Я согласна с вами полностью. Такие мысли создают давление на нас. Какая самая чудесная глава в Библии? Каждый знает ее. Это глава о любви. Глава о любви расположена между главами о том, как развиваться в дарах Святого Духа. Это дает мне понимание о том, что дары Духа и Любовь идут рука об руку. Мы думаем, я должен услышать Бога и точно передать Его Слово. Не забывайте о том, что Бог любит того, кому вы служите. Когда я думаю о тех, кому я служу, тогда я добиваюсь большего успеха в служении. Давление уходит. Это меняет все служение. Я заметил, что Иисус проявлял сострадание к людям. После этого происходили большие чудеса. Это отличается от служения, когда ты боишься ошибиться. Я прав? Да. Как важно слушать нашего Господа. Нам необходимо слушать голос Господа Бога. Как важно слушать Бога. Наш Мессия Иисус очень скоро вернется на землю. Расскажите о том, что удивительного случилось с вами на одном из собраний. Один человек побывал на том служении, он хотел сорвать его. Представьте себе, что вы попали на это собрание. Мы служили на пророческой конференции и не знали, что конференция была на территории одной деноминации. Мы не знали, что глава того региона был против пророчества, он был против этого дара. Тот брат не верил, что этот дар действует сейчас. Тот брат не верил в то, что Господь Бог говорит нам сегодня. Я позвал этого джентльмена и начал говорить ему о его призвании. Я говорил тому брату о его служении. Он начал рыдать, и Господь Бог коснулся его могущественным образом. Я удивился тому, что Бог послужил ему. Мы вернулись на общее собрание, он встал на сцену, джентльмен сказал, «Я глава этого региона. Я пришел, чтобы закрыть это собрание». Я пророчествовал ему те слова, которые он сказал своей жене, когда они ехали на это служение. Как эти слова повлияли на того мужчину. Господь Бог коснулся его сердца, служитель открылся, он благословил собрание. Он благословил наше служение. Иисус изменил его сердце и душу полностью. Рыбака, приведите нам пример того, как дар пророчества открывает сердца и души людей для Господа. Расскажите нам. Вы правы. Мы можем сказать, Бог любит тебя, и это правда. Но если бы я говорила тому брату общие фразы о любви Бога, то он не изменился бы. Он кивнул бы головой. Однако, когда ты говоришь то, что никто не знает о человеке, кроме Иисуса, и самого человека, то это открывает его сердце для Бога. Это открывает его для Бога. Иисус служил самарянке именно так. Иисус пришел к язычнице в будничный день. У Иисуса было слово знания о том, что происходило в судьбе самарянки. Спаситель открыл ей правду. Он спросил, где твой супруг? У тебя нет супруга. Он сказал слово знания. Это слово знания открыло ее сердце. Женщина знала то, что не знал никто. Бог пошел дальше. Он не сказал, я знаю это о тебе, тебя впечатляет это. Иисус пошел дальше. Спаситель проявил любовь к ней. Он предложил ей спасение и дал ей живую воду. Ее покаяние изменило жизнь целого города. Вы говорите, что большинство христиан ощущает или понимает духовный мир. Они не знают, как отличить чувства и переживания от настоящего пророчества. Вы правы. Все верующие слышат Создателя. Мы чувствуем Бога. Мы понимаем Его. Научитесь разбираться в этом. Кстати, у меня есть один очень забавный пример из моей духовной практики. Вы знаете, когда я была молодой пророчицей... Вы выглядите очень молодо. Все ведь относительно. Да, все относительно. Это был один из первых случаев со мной. Когда один пророк служил людям, все были рады видеть того пророка. Он служил. Я надеялась, что он послужит и мне. Все восхищались им. Он служит до сих пор. Итак, когда этот служитель подошел ко мне, то он мне улыбнулся. Сердце застучало. Да, верно. Мы были рады видеть друг друга. Я ждала слова. Знаменитый служитель сказал, какая веселая бабочка. Мы были рады видеть друг друга. Он сказал, какая веселая бабочка. А потом он ушел. Какое глубокое откровение. Да, я не поняла. Каждый попадал в такую ситуацию. Вы знаете, я сильно огорчилась. Бог касался сердец других людей в тот день. Я видела, что пророчество было важным для них. Бог не сказал мне ничего. Я подумала, наверное, я не духовный человек. Я что-то упустила. Десять лет спустя Джермейн и я сидели рядом с пророком. Он консультировал нас. Он отвечал на вопросы. И он посмотрел на Джермейна и сказал, Ребекка напоминает мне бабочку. Я не поверила своим ушам. Пророк сказал супругу, она перелетает от темы к теме, так как бабочка перелетает с цветка на цветок. Вы кажетесь мужу заурядной, потому что он знает вас плохо, но у вашей супруги Ребекки чистое и золотое сердце. Все ваши мысли и желания направлены к Господу. Он сказал Джермейну, не думай, что твоя жена простушка. Перестань думать о ней неправильно, не ограничивая ее. Бог сказал мужу о том, что я не была поверхностным человеком. Я заплакала, потому что я вспомнила об этом пророке, который сказал именно эти слова. Он не знал, как правильно донести их и объяснить их мне, поэтому я не поняла в первый раз. Вы готовы учиться пророчествовать? Вы готовы учиться делать это сейчас? Я имею в виду каждого из вас. Я знаю, что вы готовы. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Джермейн, теперь объясните всем нам одну важную разницу. Объясните нам, чем отличается христианин, который пророчествует от христианина, который обладает таким призванием. Расскажите об этом. Служение пророка описано в 4 главе послания Павла Ефесиным. Бог призывает пророков. Итак, Господь развивает этих служителей в даровании. Их служение состоит в оснащении церкви. Они трудятся и укрепляют святых в их служении. Они высвобождают понимание на церковь. Эти нужные служители учат христиан пророчествовать в церкви. Итак, пророк учит остальных христиан пророчествовать. Расскажите о втором служении. Второе служение — это служение верующего, который пророчествует, имея дар. Мы читаем об этом в 14 главе 1 послания Коринфянам. Итак, существует служение пророка. Также есть христиане, которые пророчествуют. Вы говорите о том, что Господь Иисус призывает людей быть пророками. Каждый верующий, который слышит Бога, способен пророчествовать от Бога. Это может сделать каждый. Ребекка, пожалуйста, объясните нам, как начать пророчествовать. Как начать? Я говорила о том, что мы усложняем жизнь. Нам необходимо просить, принимать и слушаться Бога. Джермейн и Ребекка, научите нас говорить Божьи слова. Научите нас пророчествовать. Да, как я уже говорила, вам необходимо просить, принимать и слушаться Бога. Вы слушаетесь тогда, когда вы исполняете то, что говорит вам Бог. Это похоже на исполнение Святым Духом. Святой Дух не движет нашим ртом, губами и языком. Он не говорит за нас. Нам нужно открыть рот и говорить. Что мы сделаем сейчас? Все, кто сейчас находится в студии и телезрители передачи Сида, получат один дар от нашего Господа. Готовы ли вы потренироваться? Вы готовы? Наступит минута, когда мы скажем, «Так говорит Бог». Сид, когда Бог что-то говорит мне... А вы имеете в виду громогласный голос? Вы говорите о громоподобном голосе, который мы слышим в старом кино? Да, верно. Мы представляем его. Дело в том, что когда Бог говорит с нами, Он обращается к нашему Духу. Он говорит нашему Духу. Мы понимаем Бога так, как понимаем людей. Если вам снится сон, то в нем есть образы. Там есть звук, эмоции и ощущения. То есть мы понимаем, что там происходит. Мы принимаем и обрабатываем полученную информацию. Когда мы говорим, «Бог говорил со мной», то вряд ли мы имеем в виду, что голос Бога звучал, как гром с небес. Обычно мы говорим так, «Слово пришло в мой Дух». Мы понимаем сказанное Богом. Мы видим образы или слышим слово. Итак, я дам вам пример, как это действует. Сейчас мы это сделаем. Я задам вам вопрос. И мы что, получим на него ответ? Правда? Да. Вот это да. Все услышат его. Ну да, я хотел только уточнить. Давайте попробуем. Вы готовы? Я задам вам вопрос. Как вас зовут? Я знаю. Я выиграл. Вы знаете свое имя, да? Очень хорошо. Конечно, каждый знает свое имя. Когда я спросила вас об имени, возможно, вы вспомнили имя, которым папа или мама называли вас. Или вы подумали о другом варианте своего имени, которым вас называют близкие. Некоторые из вас увидели, как вы пишете свое имя. Вы пишете свое имя ручкой на конверте для письма. Другие ничего не увидели и не услышали. Вы вспомнили свое имя, но ничего не представили. Кто-то из вас смутился. Все отреагировали по-разному. Вы помните собственное имя. Если вы не видели образ и не слышали звук, то вы все равно знаете его. Это было естественное, а не сверхъестественное упражнение. Итак, я задала вам вопрос для того, чтобы вы начали размышлять. Верно? Так действует наш разум. Сейчас мы все помолимся Богу. Каждый из вас услышит Господа. Пожалуйста, попросите Господа напомнить вам тот или иной образ. Попросите Его напомнить вам звук или слово. Попросите Бога напомнить вам чувства или воспоминания, которые уверят вас в знании вопроса. Попросите напомнить вам что-то одно из перечисленного. Это должно быть напоминание о вас на следующие сутки. Бог дает пророчества для назидания, увещания и утешения. Попросите Бога рассказать о том, что Он думает о вас на следующий день. Попросите Его об этом. Те, кто смотрит эту передачу дома и зрители в аудитории, давайте закроем глаза. Мы попросим Бога дать вам пророческий дух. Мы попросим Его дать вам пророческое сердце. Отец Небесный, мы провозглашаем, что ты открываешь их духовные чувства сейчас. Господь, они слышат тебя. Господь их духовные глаза видит тебя. Мы сокрушаем все препятствия прямо сейчас. Господь, пожалуйста, дай им твой пророческий дух. Мы высвобождаем дух пророчества здесь и сейчас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Бог напомнил вам образ, мысль, ощущение или слово. Он говорил вам ясным, тихим голосом. Вы услышали послание от любящего Бога. Это Его пророчество для сегодняшнего дня. Бог дал вам откровение к настоящему моменту. Это произошло с той же скоростью, с какой вы вспомнили свое имя ранее. Теперь откройте глаза. Если откровение недостаточно ясное для вас, то вам нужно просить Бога помочь понять его. Запишите его. Я даю сто процентов, что вы получили откровение. Если Бог напомнил вам некое впечатление, то поверьте в него. Бог откроет это вам. Является ли это откровение назиданием, увещанием или утешением из Библии? Если это откровение от Господа, то размышляйте о нем еще. Вы проводите семинары на эту тему. Сколько человек приняло дар пророчества за эти годы? Дайте хотя бы примерное число. Тысячи людей посетили наше служение, семинары и приняли этот пророческий дар. Между прочим, я услышал Слово. Знаете, какое Слово я услышал? Я услышал Слово «Целостность». Вы целостны благодаря Христу Иисусу. Чудесно. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Хровой Еси Равина. Есть ли в вашей жизни и в жизни близких болезнь, зависимость, грех и ненужные страдания? Родовое проклятие может стать причиной этого. Вы можете освободиться от него. Смотрите передачу «Сидорота. Это сверхъестественно». Я расскажу о том, как освободить свою родословную и принять полную свободу. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир в программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.